ВЗРЫВ 14 января 1966 года умер академик Сергей Павлович Королёв. Некролог в газетах и правительственные сообщения по радио появились только через два дня, 16 января. В Кремле долго решали, как сообщить стране и миру о потере, масштабы которой в тот момент знала лишь горстка посвященных. Когда имя Королёва, никому неизвестное прежде, оказалось у всех на устах, люди почувствовали себя приобщенными к главной государственной тайне Советского Союза. Вот кто открыл человечеству новую космическую эру. Благодаря ему полетели первые искусственные спутники Земли и пилотируемые космические корабли. И только потом наступал шок от сознания непоправимой утраты. Он умер. В 59 лет. Это программа «Последний день» и я, Борис Щербаков. Недавно мне пришлось крепко поссориться с главным конструктором. Я сначала был с ним близким другом, а потом стал близким недругом. В общем, ставил палки в колеса. Было это на съемочной площадке фильма «Юрия и Карра. Главный», где я играл знаменитого создателя реактивных двигателей Валентина Глушко. Фильм постарались сделать максимально автобиографичным, и у меня теперь есть ощущение личного знакомства с Сергеем Королёвым. И оттого еще нелепей кажется его смерть. Во время простой, казалось бы, операции. Как же случилось, что человека, который так много значил для страны, не смогли уберечь? Чтобы понять это, сегодня мы с вами проживем «Последний день» Сергея Королёва. 13 января 1966 года, 7 утра. Кремлевская больница на улице Грановского в Москве. Королёв больше недели лежит в клинике. Открылась старая болячка – кишечное кровотечение. Это началось еще летом 1962 года, сразу после полета в космос Андреяна Николаева и Павла Поповича. Страшный ночной приступ, сильнейшие боли – постель в крови. Королёва увезли на скорой. После обследования врачи поставили диагноз – полип прямой кишки. Сказали – неприятно, но не опасно. Просто надо найти время, чтобы его удалить. Но именно со временем была самая большая проблема. СССР участвовал в грандиозной космической гонке. И каждая минута главного конструктора была на вес золота. Когда кровотечение повторилось, академик Петровский, светило хирургии и министр здравоохранения СССР, сам вызвался оперировать особого пациента. Петровского я видела накануне операции. Он мне сказал, что биопсия показала доброкачественный полип, и ничего страшного, я его быстро удалю, потом приеду, потом я вам всё расскажу. Накануне 12 января Сергей Королёв отметил свой 59-й день рождения. Навестили только жена и мама. Он сам заранее отвадил всех других гостей. Какой может быть праздник в больнице? Хотелось домой, в уютный, спрятанный в зелени дом рядом с ВДНХ. Это был подарок правительства после успешного запуска первого в мире искусственного спутника Земли. Сюда Королёв и его жена Нина переехали в 1959 году. Всё так, как было в последнее утро, когда он из этого дома уходил 5 января 1966 года на операцию в больницу. На журнальном столике остались лежать газета «Правда» от 4 января 1966 года. Незадолго до своего ухода в больницу Сергей Павлович слушал на этом проигрывателье пластинку с записью первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром. Он беспокоил о предстоящей операции, хотя и жене со служивцем он говорил, что операция предстоит пустяковая. 5 января утром, собираясь в больницу, Королёв перешарил все карманы пиджаков в шкафу. Искал две монетки по копеечке, которые всегда носил с собой на счастье. Не нашёл. Плохой знак словно подтверждал копившиеся опасения. Академику Келдышу во время последней встречи Королёв грустно сказал «Ложусь в больницу, и какое-то у меня плохое предчувствие. Не знаю, выйду ли оттуда». Это было похоже на него. Предчувствие. Сергей Павлович привык доверять интуиции. Именно она всю жизнь подталкивала его принимать решения, часто идущие вразрез с мнением начальства и коллег. В самом начале космической эры, году в 60-м, среди специалистов очень шумно обсуждался вопрос, можно ли посадить корабль на поверхность Луны, не утонет ли он в слое пушистой пыли. Никто ведь не знал тогда, какой она на ощупь, спутник Земли. Когда на очередном совещании опять зазвучали опасения про слои пыли, способные поглотить любой летательный аппарат, Королёв взял лист бумаги, категорично написал на нём «Луна твёрдая», расписался, вручил оппонентам и буквально розчерком пера прекратил все споры. Двух недель жизни не хватило главному конструктору, чтобы увидеть, как весь мир убедится в его правоте. Через полмесяца после его смерти, 3 февраля 1966 года, советская автоматическая станция «Луна-9» впервые в мировой истории совершила мягкую посадку на планету спутник. Луна оказалась твёрдой. 13 января 1966 года, 10.30 утра. Королёву в больницу звонит его помощник, сообщает неприятную новость. Заместитель главного конструктора Мишин на вчерашней коллегии рассорился с новым министром. Теперь пишет рапорт об уходе. Королёв вызывает к трубке Мишина. «Порви рапорт, министры уходят и приходят, а наше дело остаётся». Королёв был жёстким руководителем. Если вызывал на ковёр, готовились как к экзамену. Голословных оправданий не принимал. Если считаешь, что сделал правильно, докажи. Там же на космодроме мы шли с двигателистом. Он тоже был такой из среднего руководства. И вдруг, знаете, я думал, что выражение стал бледный, как бумага, что это литературный приём. А я иду, разговариваю, и я вижу, как он бледнеет. Как-то навстречу идёт Королёв. И Королёв учинил ему страшный разнос. Кричал, я тебя по шпалам пущу до Москвы, пойдёшь отсюда. Космонавта Феоктистова, одного из самых талантливых разработчиков, который участвовал в создании первого искусственного спутника Земли, проектировал корабли «Восток и Союз», Королёв увольнял несколько раз. Рвал на глазах у всех его пропуск. А через день спрашивал, а где Феоктистов? А ему сказали, а вы его уволили? Какой уволил? Немедленно работал. Это была игра. Королёв поддерживал принятый в то время стиль руководства. Самим собой главный был у Кульманов, где происходила настоящая работа. Сергей Павлович очень часто приходил ко мне за Кульман. Садился и сидел, смотрел и видел, что происходит в проекте, чувствовал этот проект и весовые характеристики, конструктивные решения. То завтра он с главой государства или в правительстве мог говорить конкретно, о чём идёт разговор. Когда в Объединённом конструкторском бюро собирали корабль «Восток» для полётов человека на борту, одному из сборщиков понадобилось закрепить прибор в кабине. Он поднялся к люку и видит главного конструктора, который сидит на месте пилота с полузакрытыми глазами. «Сергей Павлович, вы давно здесь?» – спрашивает рабочий, поражённый неожиданной встречей. «Полчаса», – отвечает Королёв. «И вы сидели в корабле?» «Да, сидел». «А вы посидите?» «И главного конструктора позовите, пусть он посидит». «Вы понимаете, что при такой компоновке кресла космонавт через сутки окалеет безо всяких перегрузок и аварий? Это ж надо слепить такую каракатицу, как коровье седло». Много раз Королёв, как мальчишка, приезжал на рассвете на космодром, просто чтобы посмотреть вывоз ракеты, его воплощённые мечты. «Мы млели от этого вида, когда раздвигались ворота. Это тогда же было мало фантастических фильмов. Но раздвигаются ворота, сверкает ракета своими двигателями, выезжает, впереди идёт офицер. Это чудо, мечта сбывается». 13 января 1966 года, 12.10 утра. В палату заходит жена Королёва Нина. Настроение у неё бодрое. Врач мне по секрету сказал, все анализы в порядке. Видит исписанные листы. Что, опять профессор Сергеев? Сергеевым Королёв подписывался в газетных статьях. Последнее вышло в правде сразу после Нового года. Называлось «Шаги в будущее». То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что ещё вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. В 1931 году дерзновенная мечта привела молодого инженера Королёва в заваленный хламом подвал на Садово-Спасской улице. Здесь начала работать группа изучения реактивного движения, сокращённо ГИРД. Они называли себя «группой инженеров, работающих даром», потому что никто не финансировал, потому что никто не верил. Какие ракеты? Куда там надо запускать? Они очистили подвал от всего, что там было лишнее. И были случаи, когда нужно было паять детали камер сгорания, и нужно было серебро для припоя. И они приносили свои ложки и другие серебряные вещи, для того, чтобы отдать мастерам, которые это делали. Юные родители будущего космонавта Александрова познакомились в том самом ГИРДе. И несмотря на то, что Королёв был их ровесником, не считали его мальчишкой. Он не мальчик был. Они его очень уважали и даже, может быть, побаивались. Ему было 25 лет. Конечно же, он был ещё молод совершенно, но у него уже был такой твёрдый настрой делать серьёзное дело. 17 августа 1933 года на подмосковном полигоне в Нахабино Сергей Королёв руководил запуском ракеты ГИРД-9, первого советского летательного аппарата с реактивным двигателем. Ракета поднялась на высоту 400 метров. Меньше, чем планировали, но ГИРДовцы были счастливы. Все они ликовали «Ура, СССР!» в воздухе, потому что их дела превратились в реальность. Они увидели, что ракета полетела. И эти 400 метров, которые она покорила вверху, в небе, они для них были просто большим рубежом. Это вливало в них уверенность и силы в то, что они занимаются делом, которое имеет будущее. В это же время в Ленинграде талантливый конструктор Валентин Глушко создал газодинамическую лабораторию, где тоже испытывал реактивные двигатели и строил ракеты. Историческая встреча будущих покорителей космоса, Королёва и Глушко, произошла в 1932 году в кабинете заместителя наркома по военным и морским делам Михаила Тухачевского. Он спросил, сможете работать вместе? Мы готовы финансировать ваши эксперименты по созданию реактивных снарядов. Только никаких фантазий про межпланетные полеты. Делайте военную технику, а всё остальное – баловство. Осенью 1936 года успешно прошло испытание реактивный двигатель «Глушко» для ракета-плана и крылатой ракеты конструкции Королёва. Работай они в том же темпе. Дальше военные могли бы получить реактивное оружие уже к началу 40-х. Возможно, это изменило бы ход истории. Если бы в 1933 году действительно мы уделили внимание в первую очередь кислородной тематике и создали для Королёва такие же условия, как создали в 1946 году, то первой в мире жидкостной ракетой была бы не ракета «Фау-2» Вернера фон Брауна, а какая-нибудь ракета «Р-5М» Королёва. Всё повернулось иначе. В июне 1937 года по обвинению в шпионаже был расстрелян Тухачевский. В марте 1938-го как вредитель арестован Глушко, а в конце июня того же года «Чёрный воронок» увёз в Бутырскую тюрьму врага народа Сергея Королёва. Серия арестов буквально выкосила зарождавшуюся отрасль. Тема ракетостроения в стране была закрыта на долгих 7 лет. 13 января 1966 года, 14.10. В палате звонит телефон. Королёв с надеждой берёт трубку. Может быть, это дочь Наташа? Но нет, снова с работы. Наташиного звонка он понапрасну ждал и в день рождения. Так уж у них получилось с дочкой. Общались редко, а в отношениях был привкус обиды и обманутых ожиданий. Я не могла понять, как мог он променять мою маму, которую я обожала, которая была для меня идеалом, женщина и человека, и хирурга вообще, как он мог променять её на любую другую женщину. Я была обижена. Очень обида была. Страшная обида. Первую жену Сергея Королёва звали Ксения Винцентине. Предки её отца были обрусевшими итальянцами. Сергей и Ксения познакомились в Одессе. Вместе заканчивали стройпрофшколу номер один и полюбили друг друга с первого взгляда. Моя мама была очень красивая. И, конечно, за ней ухаживали очень многие мужчины и всё. Но она была предана моему отцу. Она его очень любила. Они учились вместе. Сергей родился в 1907 году в Житомире. А детство провёл у бабушки с дедушкой в Нежине. Родители разошлись, когда он был маленьким. Из-за ревности отца, учителя словесности Павла Королёва, который не понимал своей целеустремлённой жены. Она хотела получить высшее образование, а он был против. У тебя ребёнок, сиди дома. В итоге супруги расстались. Мария Николаевна отправила сына к родителям и уехала в Киев учиться. Сергею не разрешено было видеться с отцом из-за опасения, что тот, страдающий от разлуки с сыном, может украсть ребёнка. Каким человеком на самом деле был его отец, Сергей не знал. А мамой восхищался. Неудивительно, что именно на неё была похожа первая любовь Королёва. Он в 17 лет ей сделал предложение, когда они кончили школу. Она тогда ответила отказом. И он хотел покончить с собой тогда. Но, слава богу, он одумался, конечно, этого не произошло. Но всю ночь его искали родители по всей Одессе. Ксения Винцентине хотела сначала выучиться и стать врачом, а уж потом заводить семью. Они с Сергеем поженились 7 лет спустя, 6 августа 1931 года в Москве. Жена осваивала хирургию в Боткинской больнице. Королёв проектировал планеры, учился строить ракеты. Каждый из них был увлечён своим делом. Даже когда родилась дочка, супругам нечасто удавалось проводить время вместе. И это сказалось на отношениях. Ему, наверное, нужно было, чтобы кто-то был с ним всё время рядом и жил только его жизнью, понимаете? А она жила ещё и своей жизнью. Однажды, приводя в порядок пиджак мужа, Ксения нашла в его кармане два билета на оперу в Большой театр. Ничего не сказала, но вечером оказалась в театре с одним из своих знакомых, высокопоставленным военно-начальником. В Антракте две пары столкнулись лицом к лицу. Королёв тут же забыл свою пассию и буквально за руку увёл жену из театра. Брак пошатнулся, хотя и устоял. Трещина осталась. Когда в 1938 году Королёва арестовали, жена написала в дневнике. «Мне стало совершенно ясно, что, несмотря ни на что из пережитого, я должна забыть всё плохое. А его, моего беспомощного, бедолажного мужа любить, как Наташку, как маленького ребёнка, так нуждающегося в заботе, тепле и ласке». Но не получилось. Разлука только обострила обиды. Напряжённость сквозила в переписке и чувствовалась во время первой встречи, после освобождения Королёва в 1944 году. Ничего не изменилось, даже когда жене и дочке разрешили приехать в послевоенную Германию, где Королёв вместе с другими советскими специалистами изучал достижения немецких учёных управляемые ракеты дальнего действия. «Отец нас встречал на вокзале в сознательной моей жизни. Это был единственный раз, когда мы жили вместе, втроём, в одном доме, под одной крышей. Он общался очень хорошо и очень тепло. И я была просто счастлива, как никогда в жизни, потому что я, наконец, жила со своими родителями». Семья воссоединилась в мае 1946 года, а к сентябрю Ксения засобиралась в Москву. Наташе надо в школу, а ей на работу. Плакала на аэродроме. Ну, не может она быть просто женой. Она врач, хирург. И это не менее важно, чем его ракеты. Через год, в 1947-м, Королёв встретил и полюбил другую. Меня вызвали с дачи, вот, 24 июня. И я не понимала, в чём дело. Я, как сейчас помню, сидела в ужасном виде моя мама. Худая, бледная, заплаканная. Она мне сказала, «У тебя больше нет отца». Я говорю, «Как нет отца? Он умер? Что случилось?» «Нет, он не умер, но больше его у тебя нет». Для Ксении это было предательство, для Королёва – бегство от сложных отношений, в которых больше обид, чем любви и тепла. Но повторилась история его детства. Наташе не разрешили видеться с отцом. Мне его очень не хватало. И в один выходной день, я помню, весной, я позвонила по телефону, он снял трубку. Я ничего не сказала. Повесила трубку, и потом выбежала на Малую Бронную, схватила такси и помчалась туда, прямо домой к нему. Они, конечно, были оба очень удивлены. Я сразу сказала, войдя в комнату, что, вы знаете, мне ничего не нужно. У меня есть всё. Хорошая работа, хорошая семья. Я просто хочу тебя видеть. И всё. И он меня сразу так притянул к себе и поцеловал. И всё. И мы обнялись. Это был единственный всплеск дочерней любви за годы отчуждения. 13 января 1966 года, 1940. В палату к Сергею Королёву заходит знакомый врач. Королёв, внезапно приложив руку к сердцу, которое последние месяцы болело всё чаще, вдруг спрашивает, скажите, сколько я ещё могу прожить с таким? И, понимая, что врач не может ответить, грустно произносит, мне бы ещё лет 10 так много надо сделать. Вот это вот две рабочие тетради. Всё в секретной в прошлом. Одна тетрадь в ней черновики документов по марсианскому проекту. План освоения Марса и Венеры. Начальные веса кораблей в различных вариантах решения главной задачи – посадки человека на Марс. А это этапы экспедиции. Владимир Бугров был ведущим конструктором самых масштабных советских космических проектов. Экспедиция на Луну и энергия Бура. В домашнем архиве всё, что у него осталось от последней, самой важной для Сергея Королёва работы – строительство межпланетного космического корабля «Н-1» и подготовки экспедиции на Марс. Орбитальная космическая станция ТМК для отработки на околоземной орбите. Ну, тут это листать можно целый день, и всё тут интересное. Даже сейчас это кажется фантастикой. А ведь при Королёве межпланетный проект уже был одобрен на правительственном уровне. Назначены сроки сборки ракеты и лётные испытания. Правда, работа затягивалась, наталкиваясь то на политические, то на технические преграды. Считается, что проект закрыло 40 давних друзей и соратников – Королёва и Глушко. Началось с разных взглядов на то, каким должен быть двигатель гигантской межконтинентальной ракеты. А закончилось мальчишеским соперничеством и ревностью. Глушко всё время казалось, что Королёва ценят больше. «Мой двигатель привяжи к забору, и забор полетит. Что там твоя ракета?» Глушко был прекрасный двигателист. Но вот так вот их пути разошлись, к сожалению. А тут ещё целая череда неудачных пусков. Не получалась мягкая посадка автоматической станции на Луну. Одна пролетела мимо, три других разбились. Это была чёрная полоса в жизни Королёва. Он молодец, он держал удар внутри себя. Вот фильм был очень даже неплохой, где играли его артисты. Там он и за сердце хватается, и расстраивается. Нет, Королёв. На самом деле он так набычится и молчит. То есть он никогда не выражал никогда ни боли, ни переживания. Он настоящий был мужчина. В последний вечер перед операцией они долго прощались с женой. Сергей Павлович провожал её по коридору до лестницы, обнимая, просил. Пожалуйста, не волнуйся и не приезжай рано. Увидимся потом, когда всё кончится. Королёву было 40, когда он влюбился в 27-летнюю Нину. Переводчица с английского, и она работала в Тегеране и Берлине, а в 1947 году устроилась в Королёвское ОКБ-1. И сразу получила нагоняй от главного за незнание технических терминов. Увидев, что девушка готова расплакаться, Королёв неожиданно для себя пригласил её поужинать. Нина признавалась, что в тот вечер была очарована им и влюбилась на всю жизнь. За 19 лет брака Королёв не услышал от неё ни нотки недовольства, только любовь и полное растворение в его заботах и делах. Это невероятно вдохновляло Королёва. Главный не умел быть второстепенным. Кто-то из исследователей подсчитал, Сергей Королёв не бывал дома до 180 дней в году. Командировки по стране, работа на Байконуре. Он общался с женой письмами. В 1999 году Нина Ивановна передала их в музей. Письма, мы когда их получили, читали, мы все обрыдались. Мы Королёва открыли для себя новым, мы не знали, что он может быть настолько нежным. Тут можно просто роман писать о любви мужчины и женщины. Какие там слова. Жёсткий, властный, суровый, главный конструктор. И вдруг столько нежности в этих письмах, столько любви. Он пишет, Нинусенька, моя родная маленькая девочка, спасибо тебе за твоё ласковое письмецо и за посылочку. Так повеяло на меня родным и тёплым от твоих ласковых слов. Я тоже много и часто вспоминаю наш дом и тепло и нежно думаю о тебе. 14 января 1966 года, 8.15 утра. Нина приехала в больницу, как они и договаривались, когда Королёв уже был в операционной. Заведующий хирургическим отделением Дмитрий Благовидов, проходя мимо, он готовился ассистировать академику Петровскому, улыбнулся взволнованной женщине. Не беспокойтесь, прооперируем важного пациента меньше, чем за час. Звание Героя социалистического труда Сергей Королёв впервые получил в 1956 году. Ещё не было громких космических побед. Более того, в это время он даже не был реабилитирован. Произошло событие, которое изменило расстановку сил в мире. На вооружение советской армии была принята первая баллистическая ракета с ядерным боевым зарядом, сделанная в ОКБ Королёва. Главного конструктора наградили звездой Героя за участие в создании ядерного щита страны. Знаменитая фотография 3К называется. Королёв, Курчатов, Келдыш. Это, конечно же, было тесное взаимодействие Курчатова с Королёвым двух ведомств средь МАШ и Министерства общего машиностроения. Королёву ставили задачу – сделайте носитель, который бы вывел на околоземную орбиту для перелёта в точку прицеливания атомной бомбы. В этом же 1956 году в ОКБ-1 родилась легендарная «семёрка» – двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета «Р-7», которую создавали уже под водородную бомбу. Её успешные испытания прошли через год, на построенном специально для этой цели полигоне номер 5 в Казахстане, больше известном как Байкону. Американцы не поверили, что в СССР есть носитель, способный доставить водородную бомбу прямиком в Вашингтон или в Нью-Йорк. Решили, что русские блефуют. Отчасти так и было. Первоначальная дальность полёта «семёрки» составляла 8 тысяч километров. Чуть-чуть не хватало. Но ТАСС уже сообщил – в СССР создана межконтинентальная ракета, способная поразить любую точку земного шара. Королёв предложил Хрущёву – давайте с помощью «семёрки» выведем на орбиту искусственный спутник. Такая идея уже высказывалась и раньше. Хрущёва она не зацепила. Но Королёв не был бы Королёвым, если бы не нашёл нужные слова. «Поставим туда приборы, будем наблюдать из космоса за Америкой». Сработало! 80-килограммовый шарик делали, как говорится, на коленке, не раздумывая над дизайном. Он и назывался «ПС-1» – простейший спутник. 4 октября 1957 года в правде появилось скромное сообщение – в СССР произведён успешный запуск первого спутника. А на следующий день это стало мировой сенсацией. 12 апреля 1961 года «семёрка», сделанная в Королёвском КОКБ, обеспечила полёт Гагарина. Ну, поехали! 6 августа того же 1961 года в космосе Герман Титов. Ровно через год Николаев и Попович. В июне 1963-го Валерий Быковский и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. В октябре 1964-го трое в одном корабле – Комаров, Феоктистов, Егоров. И, наконец, 18 марта 1965 года впервые в истории «Человек-Земли» советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. На этот результат работали сотни уникальных талантливых специалистов. Но именно Королёв остался в истории автором космических побед. Королёв был гениальный человек, который может возглавить равных, с амбициями, с заслугами, и всех собрать и нацелить на одну задачу. Он делал ту работу, которую лучше его никто не мог сделать, и без которой вообще ничего бы не было. Без его работы, без его авторитета, без его характера, без его знаний мы бы проиграли космическую гонку американцев. При Королёве в освоении космоса США всегда были на шаг позади. Советские космические аппараты первыми сфотографировали обратную сторону Луны, первыми доставили на Луну вымпел и совершили мягкую посадку. В январе 1966 года, когда генеральный конструктор лежал в больнице, две автоматические межпланетные станции летели за пределами земной орбиты. Одна из них, Венера-3, через полтора месяца после смерти Королёва стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности Венеры. 14 января 1966 года, 12.10. Дверь операционной приоткрылась. К ней не выходит заведующий хирургическим отделением благовидов, он крайне встревожен. Положение осложнилось. Будьте готовы к тому, что операция затянется, и не переживайте. Королёв в надёжных руках. Сердце Нины Ивановны сжимается от страха. В дверях операционной то и дело снуют медсёстры. Значит, что-то идёт не так. Предполагалось, что Петровский быстро это всё, за полчаса он удалит. И когда он ущипнул этот полип специальным инструментом, то началось массивнейшее кровотечение. Остановить его со стороны прямой кишки было невозможно. Поэтому пришлось сделать ляпаратомию, то есть скрывать живот. И тут оказалась массивная опухоль величиной с кулак. Врачи были растерянные. Опухоль требовалось срочно удалять. Но к этому оказались совершенно не готовы. Пациент лежал под эфирной маской. Из-за сломанной когда-то в тюрьме челюсти ему не смогли вставить в горло трубку для наркоза. Был другой способ обеспечить дыхание – сделать отверстие в трахеи и ввести трубку через него. Но профессор Петровский, проводивший операцию, от этого отказался, опасаясь осложнений. Пациент и без того истекал кровью. Ему надо было сделать трахеостому. Но почему-то, почему-то эту трахеостому не сделали. И дали ему пироговский наркоз. То есть ему лили эфир на маску. Так, как это было когда-то, в конце 19 века, когда была крымская кампания. Ну, это чудовищно, понимаете? Можно предположить, что на врача давила ответственность за судьбу пациента, который так много значил для страны. И потому доктор принял решение остановить операцию и пригласить в клинику главного хирурга Министерства обороны СССР Александра Вишневского. Прошел еще час, прежде чем оба хирурга приступили к удалению опухоли. И он дышал все это время эфиром до самого конца. Но опухоль разве так удаляют? Разве в таких условиях? Разве такому человеку? Разве пироговский наркоз? Разве все? Тут столько разве, что раздаются одни сплошные вопросы, и на которых нет ответа. 14 января 1966 года, 15.50. Вместо 40 минут операция длилась почти 8 часов. Наконец, опухоль удалена. Два светила медицины, профессора Петровский и Вишневский, удаляются в ординаторскую, оставив Королева приходить в себя на операционном столе. Но внезапно, через полчаса, его сердце останавливается. Сердце Королева не выдержало многочасовой нагрузки операции. Он скончался, не приходя в сознание, на операционном столе 14 января 1966 года в 16 часов 30 минут. Все часы в доме остановлены вот в этот момент, когда перестало биться сердце хозяина этого дома. После запуска первого спутника Нобелевский комитет попросил руководство Советского Союза представить для награждения премии кандидатуру его создателя. Хрущев тогда ответил знаменитой фразой «Спутник сделал советский народ, а стартовая платформа – социализм». Многие считали, что главного конструктора этот ответ обидел. Нет, он работал не за награды. Как настоящий романтик, главной наградой Сергей Павлович Королев считал воплощенную мечту. Он писал жене после очередного успешного старта ракеты. «Когда-то, очень давно, мне мерещилось не то во сне, не то в мечтах, что наступит тот миг, и белая машина – это наша белая мечта, гордоливо оторвется от земли». Ну что же, это свершилось. И пусть это будет в добрый час. Я верю, друзья, караваны, ракет Момчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok